В Витебске наша клиника отработало 300 наших студентов, из них 80 выпускников, это 6 курс. Поэтому непонятно, наверное, кто-то поработал, увидел и отделение интенсивной терапии, и оказание помощи тяжелой помощи, может быть появились какие-то пожелания на этот счет. Мы их всех выслушаем. И, как отмечал неоднократный министр здравоохранения, мы услышим, особенно тех, кто был на передовой, помогал здравоохранению, врачам оказывать помощь с инфекцией. Поэтому сегодня у кого-то изменились семейные обстоятельства, кто-то переезжает. Вот этих сегодня мы всех услышим и постараемся совместно принять необходимые решения. С которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии. Это привлечет в медицину людей дополнительно? Или же где-то немножечко испугается или оттолкнет их? Возможно, вот мое личное мнение, то, сколько внимания уделялось сейчас работе врачей и уделяется, то, как они проявили себя, без высокопарных слов, героический труд. Мне кажется, мы не только не потеряем абитуриентов, но их будет еще гораздо больше. Сначала вопрос такой. Министр, все-таки, не каждый раз приезжает на распределение. Это какой-то момент? Каждый раз? На сегодняшний момент, учитывая, что вопрос кадровой обеспеченности отрасли, это для нас вопрос приоритетный, поэтому каждый раз на распределение принимает участие Министров здравоохранения. Это позволяет, во-первых, понять, какими кадрами мы укомплектовываем систему. Во-вторых, лучше услышать, наверное, потребности студентов и попытаться найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы здравоохранения. В ряде случаев действительно мы меняем, по сравнению с предварительным распределением места работы в связи с новооткрывшимися обстоятельствами, потому что мы понимаем, что если выпускник поедет туда, где ему, когда он желает поехать, где ему будет комфортно работать, то, соответственно, больше шансов, что после обязательной отработки он останется работать на этом месте. И мы видим, что в последние годы каждый раз, каждый год у нас увеличивается процент закрепляемости наших кадров. После обязательной отработки подавляющее большинство остается работать и дальше. В районной больнице на сегодняшний момент появилось не только желание, но и возможность. Мы пришли в кадровой политике от каких-то решений 7-минутных вопросов до высочного планирования. У нас все больше и больше пациентов обучаются по договору целевой подготовки. То есть, если районная больница понимает, что его возведом в будущем понадобится специалист данного профиля, заключается договор с выпускником школы, он поступает в герой университет и после окончания возвращается в эту больницу уже подготовленным специалистом. Расскажите, как вы, довольны своим? Да, довольна, на самом деле. А куда распределили? Куда, куда хотели или нет? Да, куда хотели. Давайте я сергун. Да, сергун. Сергун. Дарья Владимировна. Так, лечебный спутит. Да. Ну, расскажите, как и что вы хотите. Ну, Аполлск, родильный дом, ухо Шаргин-Колок. Изначально мы были в Телебово-Глубовской ЦРБ, но так как я работала во время эпидемиологической ситуации в нашем городе и с четвертого курса продолжала работать и по сей день, то министр был хорошим расположением духа и согласился мне поменять смысл работы. Ну, я очень довольна, спасибо. А вы с вами по-народу работали? Как было? Ну, там есть моя прописка, тут СУЗО было направление. А на самом деле, ну, у меня жилье не в Сполцке, и я, как бы, у меня не в Телебово-Глубовской ЦРБ. Ну, я довольна распределена. А вы сами из Сполцкого? Да, да. Да. Полосся глубокая. Да, Телебово-Глубовская Болиция. Отделение хирургической гипотологии, трансплутация поджелудочной железонки. Но, как во время эпидемиологической ситуации, вся больница нашего города перепрофилирована. И, соответственно, я работала во время депутатизирования вот этого паркуса. У нас было два месяца, мы работали с кабельной боткой. Тяжело было? На самом деле, не так тяжело, как это все представляется. Все предоставлялось, индивидуальная защита, маска, костюмы, защита экрана, стекло, все предоставлялось. Каждый раз смена была, ну, новая одежда. Так что, ну, это неправда, что стишко тяжело, нормально. Ну, я не могу сказать, что тяжело. Но на два, как, премию получили? Да, все наше отделение по приказу президента, номер 131, получило на два. Все, абсолютно. А сами вы из медиков династии? А, да, у меня мама медик, и сестра, но они у меня средний. А где они работают? В полцах. В полцах, в церковной. Да, церковной. Евгений, праздворный, старший лейтенант, интернат, Волгеревская поликлиника номер 10, педиатрия. Первое место в поликлинике номер 10 для отслуживания детского населения. У меня здесь не рассматривается, здесь целевая подготовка. Так что вы можете обширь гинекологу предложить в Минской области? Воложинский район, Воложинский, Ковальский, Прусский, Любовский, Марина, Уорка, Молодечка, Месюш, Суц, ЦРК. Прошу, забирайте тогда Воложенская ЦРБ, шер-гинеколог, интернатура, роддом областной. Есть, принято. Удачи. Надеюсь, работайте лучше, чем больше. Спасибо.